В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня очень необычный человечек. Зовут этого человечка Анастасия Тюрина, замечательная тамбовская школьница и просто уникальная девочка, которая вот на этой балалайке выдает такие замечательные вещи, что просто публика поражается. Здравствуйте, Анастасия Павловна. Здравствуйте. Если я к вам буду обращаться на вы и Настя, это будет правильно? Конечно. Спасибо. Я понимаю так, что артиста надо уважать и к артисту нужно относиться так. Мы с вами в канун Нового года общаемся. И в любом случае, как во взрослых передачах принято, говорят о том, ну вот что удалось достичь в уходящем году, тем более это был год театра 2019-й. Вот, Настя, я вам задам прямой вопрос. Что удалось вам в 2019 году? Какие успехи можем мы с вами назвать? В этом году было очень-очень много интересного для меня. Было очень много концертов, фестивалей. Играла с разными оркестрами, дирижерами. Концерты были в разных городах и даже за границей. А за границей вы где побывали? В Италии. В Италии. И я хотел уточнить, вот эти разные концерты, они не притупляют ваше восприятие? Ну вот, было выступление в Большом театре, вы были на юбилее Александра Пахмутова. Это так? Да. Вы уже выступали в Московском доме музыки. Было? Да. Вы выступали в концертном зале имени Чайковского. Да. Я смотрю, что, в общем-то, все основные концертные площадки, куда музыканты стремятся годами, вы их уже покорили. Не знаю. Это нормально? Так вот, за один, за полтора, за два года пройти по этим площадкам? Я совсем не знаю. Не могу отойти на такого. И здесь, исходя из этого, я хотел бы уточнить, есть такой журналистский прием, когда с ребенком общаются, то говорят, как ваше счастливое детство. Говоря о ребенке, говорим про счастливое детство. Настя, ну так, положа руку на сердце, я сам как дед с сочувствием отношусь к своим внучкам, да и к своим взрослым детям. Я понимаю, смотрите, школа раз, музыкальная школа два, репетиции три, поездки четыре, концерты пять. У вас вообще есть счастливое детство? Конечно же есть. Я же самый обычный ребенок учусь в обычной школе. Каждый должен заниматься тем, чем хочет. Ну, родители с детства меня научили, что если ты каким-то делом занимаешься, то занимайся этим хорошо. Я, например, учусь в музыкальной школе. Я стараюсь на всех концертах играть, ну, хорошо очень. После концертов меня родители, ну, хвалят, и мы обычно ходим в театр. Давайте мы откроем секрет, что вы учитесь в Тамбовской музыкальной школе имени Виктора Карповича Мержанова. Да. Это так? Да. И я понимаю так, что даже в обычных концертах, которые положены для учащихся при всей вашей большой программе «За пределами Тамбова», вы в этих концертах тоже принимаете участие? Конечно. В случае вы успеваете и в музыкальной школе, и в обычной школе? Конечно. И как вам удается? 24 часа в суток времени. Ну, это уже достаточно много. А так, посидеть в компьютере, посидеть в гаджете, чего-то поиграть, успеваете? Ну, очень-очень редко, но бывает иногда так. Мы можем с вами сказать, что всё-таки у вас своё понимание счастливого детства, и вот эта большая загрузка творческая, учебная, концертная, это и есть ваше счастье. Это так? Конечно. Теперь вот ещё один момент. Я думаю, чтобы наши телезрители, а многие вас знают по сюжетам федеральных каналов, многие наши телезрители, может быть, не очень представляют, какие выступления были. И мы сейчас попросим нашего режиссёра Алексея Петрова показать небольшую подборку из некоторых ваших выступлений. Не возражаете? Конечно. Вот здесь на экране сейчас всё это появится. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот смотрите, даже вот эти три маленьких сюжета показывают, что вы так запросто работаете с выдающимися музыкантами. Первый сюжет, насколько я понял, это был оркестр имени Осипова. Да. Это крупнейший оркестр русских народных инструментов, ведущий творческий коллектив нашей страны. Второе выступление, там, где вы играете по гонению, я понимаю, что это ваше участие в «Синей птице». Это крупнейший главный телевизионный конкурс юных дарований. Всё так? Да. И там как раз вы блеснули, изумительно, совсем другая манера была. И финальная часть, я смотрю, это была обработка русской народной песни «Валенки». И вы играли вместе с народным артистом Российской Федерации, лауреатом Государственной премии Денисом Мацуевым. Да. У вас в Актии есть выступление с Вадимом Спиваковым, с другими коллективами и оркестрами, солистами. Настя, а не страшно вообще с такими звёздами работать? Ну, когда я первый раз сыграла с Денисом Леонидовичем, было очень-очень волнительно, страшно. Ну, потому что Денис Леонидович как бы любит джаз, и его джазовая команда на концертах всегда очень много импровизирует. Практически всегда. А вот когда вот эти импровизации, для меня они смотрятся легко, как будто вот только на сцене вы всё это придумывали. А кто эти импровизации для вас пишет? Они заранее как-то готовятся, репетируются? Ну, не всегда заранее, бывает буквально за час до выступления. Даже так? Да. И в любом случае вот за час вы договорились, и рождается музыкальное произведение заново вот на сцене. Вы берёте свою концертную балалайку, которая у нас сегодня в студии, и тут всё это происходит. А кто вам придумал такой образ для конкурса «Синяя птица», когда вы играли Паганине? Вы такая другая были? Ну, там режиссёры там это всё выбирают. Нам, конечно, это не очень понравилось, особенно прическа, а так. Да и платье было очень такое яркое, нормальное. А вам помогает то, что вы себе ногой ритм отбиваете? Это так у музыкантов привычки, или это была часть образа? Нет, ну это как моя немножечко привычка. Привычка даже так. То есть в любом случае вы постоянно в мозгу считаете во время исполнения. Так получается? То есть ритм какой-то необходимый держать? Да, конечно. А какие они, эти выдающиеся музыканты, с которыми вы работаете? Вот вы с Денисом Мацуевым, насколько я понимаю, уже и по стране поездили, по-моему, в Иркутск он вас приглашал на свои знаменитые. С ним легко, просто? Ну, конечно же, очень сложно. На ходу нужно бывает иногда придумывать импровизацию, импровизировать. Для меня это было очень, это совершенно новое для меня было. Совершенно что? Совершенно новое. Вот так даже? Да, потому что я никогда не импровизировала. Понятно. И ещё один момент, давайте определимся. У вас же было выступление с оркестром Спивакова. Это так? Да, верно, возможно. И Владимир Теодорович предложил вам произведение, или вы пришли с чем-то готовым? Как это было? Ну, там мы в фонде Владимира Теодоровича спрашивали, предлагали несколько произведений, и они сами уже выбирали. И выбор оказался за дирижером? Ну, даже больше не за дирижером. Вот так даже, я понимаю. И ещё один момент. Мы с вами упомянули, что вы были на выступлении в Большом театре, когда отмечался юбилей Александра Николаевны Пахмутовой. И смотрю, потом появляется в социальных сетях фотография наша Настя Тюрина рядом с Анной Нетребко, с вокалисткой мировой величины. Какие они, мировые звёзды? Вот применительно к Анне Нетребко. С ней легко разговаривать? Ну, есть, не особо не разговаривала, но мне показалось, что она очень добрая. Понятно. Давайте вернёмся от больших гастролей в Тамбов. Музыкальная школа номер два имени Мержанова. Это та школа, которая даёт вам крылья, которая даёт вам музыкальное образование. И у вас есть педагог. Да. Да. А педагога, насколько я знаю, зовут Алексей Маргунов. Это так? Как складываются отношения с педагогом в плане репетиций, выбора репертуара, освоения новых программ концертных? Ну, в основном программу выбирает он мне. Ну, предлагает в основном несколько пьес, а я из них выбираю. Настя, а не получается так, что вам предлагают пьесу, вы клавир посмотрели и говорите своему преподавателю, знаете, это сложно, я это не потяну, здесь вот тремоло такая, здесь вот сякает, пятое-десятое. Вы берётесь за всё, что вам предлагают? Ну, в основном, да, если Алексей Петрович не против. Даже так? Да. То есть вы готовы за счёт репетиций добиться любого результата? Да. Вот такая тихая, спокойная, улыбчивая, и такая настырная, такая настойчивая. Ну, можно сказать. А что бывает, когда вот, ну, не получается? Вот какой-то пассаж музыкальный, ну, не идёт. Что Настя делает? Всё равно нужно продолжать, как бы, учить. Можно я возьму вашу концертную баловайку в руки? Конечно. Можно? Спасибо. Вот я всегда удивлялся одному, я слышал и в своё время больших баловайшников в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Тамбов приезжали. Я всегда удивлялся только одному. Три струны всего, я правильно посчитал? И вы ухитряетесь делать такие вещи. Вот это за счёт чего происходит? За счёт того, что мелодия у вас живёт внутри, или за счёт того, что техника рук у вас такая? Да. Ну, там нужны и мозги, и техника. Без чего-либо из этого не сыграешь. Да. Ясно. Вам импровизировать нравится на своей баловайке? Ну, в последнее время очень. Очень нравится. То есть, в любом случае, тут вы себя чувствуете более спокойно, более раскованно. И ещё один момент, может быть, это секрет какой-то ваш. Ведь я понимаю так, что металлическая струна, пластиковая струна... Нет, они не совсем пластиковые, они нейлоновые. Нейлоновые. Пусть будет так. Но по металлической струне пальцем, ведь кожа-то нежная. Ну, как бы... Они разбиваются, но со временем образуются мозоли, и как бы они становятся твёрже пальцы, и становятся не больно. Ну, не больно, Настя. Ну, ведь больно так. Нет? Со временем нет. А когда вот у вас это называется как тремоло, или как... Ну, тремоло вряд ли не есть. Да. Это же палец разбивается указательный. Ну, покажите мне свои ладошки. Терпите? Конечно. Или же привыкли к этому? Ну, уже привыкла. И ещё один момент. Может быть, вам покажется это странным, но я хочу всё-таки спросить. У вас большая концертная практика, и обычно возникает у исполнителей, которые ездят по стране, а вы теперь уже и за рубежом концертируете, у них возникает понятие импресарио, администратор. Кто у вас импресарио и кто ваш администратор? Ну, где я буду играть, когда обычно решают родители. Вот так всё? Да. Так всё просто. И второй момент. Актёры, когда выезжают на различные гастроли, организаторам этих поездок высылают так называемый райдер. Вот что мне нужно в гостинице, вот что мне нужно на сцене, вот какое питание и так далее. Настя, откройте секрет. Какой райдер у Анастасии Тюрины? У меня его нет. То есть вы свои условия не выставляете? Конечно же нет. Конечно же нет. Я же все время. Это из скромности или вы считаете, что самое главное, чтобы был концертный зал хороший, был хороший оркестр и был хороший зритель? Не самое главное просто, чтобы я хорошо играла. Мне это, ну, в душе хорошо от этого, мне больше нравится. И если мы уже на эту тему стали вести разговор, от сцены далеко уходить не будем. Я признаюсь, что в молодости имел некоторое отношение к сценическим искусствам. Правда, занимался театральными делами, а не концертными, как вы. И помню, что в этой среде всегда есть среди артистов, музыкантов, исполнителей, есть всякие разные талисманы, приметы и так далее, и так далее. Я помню, мне довелось вести какой-то концерт, тогда еще действовавшим концертным зале Тамбовской филармонии. И один из музыкантов, солистов-музыкантов, уронил папку с нотами. И я увидел, как не очень молодой человек не стал их подбирать, он, прошу прощения, попой сел на эти разбросанные листы и только потом стал собирать. Мне сказали о том, что, оказывается, если пятая точка исполнитель на рассыпавшие ноты не сядет, то концерт не удастся. У вас какие-то есть приметы, может быть, талисманы? Ну, если только одна брошка, это золотая баловайка, я ее обычно цепляю на платье, на концерты. Вот давайте мы сейчас попросим режиссера, это та самая баловайка, которая у вас на платье прицеплена. Мы попросим показать, чтобы публика увидела, какая замечательная брошка. И она постоянно с вами на всех выступлениях. Да. Помогает? Ну, скорее всего. Раскруйте секрет. Перед концертом нужно хорошенько поесть, попить крепкого чаю. Или когда концерт подходит уже, то вы совершенно настраиваетесь по-другому. Как вообще на выступление настроиться? Обычно за кулисами уже, перед тем, как выходить, меня родители целуют, обнимают и говорят, что у тебя обязательно все получится. А дома за меня сестренка держит кулачки и ждет меня. То есть у вас своя команда поддержки есть. И эта команда поддержки вот все эти годы вас поддерживает, и это обеспечивает ваш успех. Мы говорим с вами о том, что в Новый год мы ожидаем чего-то нового. 19-й год, а перед этим 18-й год у вас был очень успешный. Я помню, что мы два года назад с вами встречались, и общественная палата приняла решение и вручила вам премию, которая называлась «Общественное признание». Помните такое? И в любом случае, мне кажется, общественная палата не ошиблась в этом. Что вы ждете от Нового года? Что вы ждете от Нового года, как тамбовская девочка, как исполнительница? Может быть, какие-то концертные выступления, гастроли? Сейчас уже планы какие-то есть? На новогодних праздниках я буду с родителями и сестренкой ходить на каток. Если выпадет много снега, ездить на ватрушках по большим-большим снеговым горкам. Буду читать одну сказку, рассказ. Нам в школе очень нужно, нам задали. И, конечно же, заниматься на балалайчике, потому что сразу после новогодних праздников у меня начинаются концерты. А сколько же времени занимает, если вы даже в празднике будете репетировать? Вот в обычную неделю, если день берем, сколько времени уходит на репетицию, дома ли или в музыкальной школе? Балалайки сколько вы отдаёте времени? Где-то минимум два часа. Сколько? Минимум два часа. Минимум два часа? Настя, ну это же утомительно. Это же нужно сидеть прямо, это нужно держать балалайку. Устают пальцы. Это вот тот минимум, из которого уходить нельзя? Ну, иногда чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Это просто мне доставляет удовольствие. Понятно. Вы сказали о том, что вы будете читать. А какие предпочтения у Анастасии Тюриной в чтении? Или то, что в школе задают? В школе задают. А что сейчас интересно в школе задают? Череповецкий, Непоседа Мякиша, не так. А какие-то интересы в плане мультиков, в плане кино есть у вас? Конечно. Кто у вас любимый герой мультика? Ну, я больше всего его люблю, но, получается, Гарри Поттера. Гарри Поттера. А что там интересного? Ведь это же сказка. Не знаю, мне как-то всё время кажется, что сейчас такой страшный-страшный произойдёт. Всё время как-то у Гарри получается как выкручиваться из этой ситуации. Я чувствую, что вы, видимо, ощущаете в нем родственную душу. Потому что в любом случае те опасности, которые есть у любого музыканта, они присутствуют в жизни каждого. Ну, не получилось что-то, ну, ещё что-то. Но Гарри Поттер всегда выходит так, как и вы победителем. Я правильно понимаю? Не знаю. Как ваши одноклассники по музыкальной школе и по обычной школе, сколько тамбов, относятся к вашим успехам? Ну, как, когда приезжаю, обычно спрашивают, куда ездила, но поздравляют иногда. Вы сами кому-то завидовали из музыкантов когда-нибудь? Нет. Вообще зависть – это хорошо или плохо? Для меня не очень хорошо. Это не про вас. Это не про вас. И ещё один момент, о котором я бы хотел вас спросить. Время бежит быстро. Я понимаю, что сейчас вы достигли вполне определённого уровня. И одновременно с этим получается так, что в ближайшее время придётся делать выбор. Наверное, нужно будет идти либо в музыкальный колледж, либо в музыкальный педагогический институт, либо в консерваторию и так далее. Вы для себя вот эту дальнюю программу как-то выстраиваете? Вы кем хотите быть? Ну, хочу хорошо играть на балалайке. В принципе, потом нужно поступать в училище. Поступать куда? В училище. В училище. Здесь, в Тамбове или это будет Москва? Не знаю, как получится. Как получится. И, естественно, балалайка остаётся с вами навсегда. Конечно. Хорошо. И ещё один момент. Смотрите, ведь выступление сольное и выступление с оркестром, наверное, большая разница. Конечно. Вам удобнее выступать как солистке, пусть даже минусовая фонограмма где-то звучит, или с оркестром? Вот удобнее, мне кажется, сольным, потому что ты ни от кого не зависишь. Вот так даже. То есть мы можем сказать о том, что Настя Тюринна человек независимый. А когда оркестр, неизбежно зависимость и от дирижёра, и от всего оркестра. Ну да, нужно слушать оркестра, и очень часто смотреть на дирижёра, чтобы играть вместе с оркестром и не расходиться. А как добиться того, чтобы вот это внимание распределить? Ведь есть определённые технические моменты, которые вы должны соблюдать при игре на балалайке. Я правильно понимаю, да? Одновременно нужно слышать одним ухом оркестр. Может быть, поглядывать в ноты, если не играем, на память в партитуру, я имею в виду. И тут же смотреть на дирижёра. Как вы всё это впеваете? Ну просто, чаще всего я практически не смотрю на гриф. Вот так даже? Да. А как же так? Вы играете не глядя на гриф, я правильно вас понял? Ну да, чаще. И это достигается за счёт репетиций? Не знаю, может быть. И ещё один момент. Вот в кадре мы уже показывали ваше выступление вместе с Денисом Мацуевым. А вот такие дуэты вам симпатичны? Вам это интересно? Ну, конечно, мне очень нравится, потому что это очень большая ответственность. Честь для меня выступать с такими музыкантами, как Денис Леонидович. Ну вот я смотрел, готовясь к программе, несколько записей Дениса Мацуева. Мне кажется, он частенько импровизирует. Или я ошибаюсь? Он импровизирует всегда. Всегда. А как за его импровизацией уследить и как быть в его настрое? За счёт чего это получается? Или вы уже на репетициях договариваетесь о чём-то? Ну, от него как бы энергия такая. И эта энергия передаётся от него? Ну, вот туда. И мы сейчас будем заканчивать уже через некоторое время. Я хотел бы спросить. Есть такое понятие звёздной болезни? Так можно носик задрать. Я такая хорошая, у меня один концерт, второй и так далее. Я смотрю, вам аплодировали выдающиеся деятели отечественной культуры. Я помню, с каким восторгом Николай Максимович Цискаридзе сидел и аплодировал, когда вы принимали участие в конкурсной программе. Мы видим с вами, что и Олег Погодин был в восторге от вашего выступления, не говоря уже о Мацуеве, о других членах жюри. Как вы вообще переживаете свой успех? Вы же успешный человек. Не знаю. Как не знаю? Есть иногда желание сказать, я не хочу этого. Я посуду мыть не буду, потому что я лауреат «Синей птицы». Нет, конечно. Не бывает такого. Вы дома в большей степени солистка? Или вы просто дочка, просто сестра? Просто сестра, просто дочка. Что? И вы моете посуду? Ну, иногда. Вы вытираете пыль? Вы сами убираете свой письменный стол? Конечно. Замечательно. Настя, я полагаю так, что мы будем завершать нашу программу. И в нашей программе никогда зрители не обманывают. Мы с вами честно признаемся, что вот по ту сторону камер вместе с операторами находится ваша семья. Если вы не возражаете, я предлагаю их сейчас пригласить прямо в кадр. Не возражаете? Конечно. Давайте сюда сейчас пройдем с вами. Ну, прошу вас. Прошу вас. Добрый день еще раз. Здрасте. 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 Здесь есть ваша административная группа. И мы понимаем прекрасно, это вот те люди, которые во многом обеспечивают ваш успех. Это так? Мы встречаемся в канун Нового года. Смотрите, вот здесь салфеточкой была накрыта одна такая штуковина. И мы знаем, что Новый год, ну, поверье, такое и есть. По знаку зодиака он соответствует году мыши. Белой мыши. Там говорят про какую-то крысу и так далее. Вот я от нашей программы хочу подарить вам вот такого славного мышонка, чтобы он был вашим талисманом на весь 2020 год. Спасибо. Ну, и я понимаю так, что, наверное, в семье обязательно есть елка. И я понимаю, что Есения принимает участие в украшении этой елки вместе с Настей, да? Можно я вам подарю вот такого мышонка, Есения? Вот такого мышонка. Пусть он украшает вашу елку, чтобы все было замечательно, хорошо. Ну что, друзья мои, наша программа подходит к концу и одновременно подходит к концу 2019 год. Мы в преддверии нового 2020 года. Я искренне поздравляю семейство Тюриных с Новым годом. Я поздравляю наших телезрителей. Настя, вам я персонально желаю новых успехов, новых концертных площадок. И я надеюсь очень, что в скором времени мы вас увидим на сцене концертного зала Тамбовской филармонии. Удастся сыграть? Удастся. Осталось только властям этот концертный зал отремонтировать до конца. Вы смотрели программу, подготовленную совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. С нами было семейство Тюриных. С наступающим Новым годом. Всего доброго. До свидания.